Привет, снова мы на северо-западе, но на сей раз из района Тушино перемещаемся в Строгино, и здесь от улицы Саховского до Строгинского бульвара, рядом с кольцевой дорогой, на окраине Москвы, северо-западной, проходит неманский проезд. С двухсторонним движением автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении. По нечетной стороне между тротуаром проезжей частью проходит полоса газонов, ну и также парковка частично машин, ну а по четной тротуару рядом с дорогой, а за ними на защитном отрезке идет парксад, такой с дорожками, скамейками, газонами и деревьями. Вот, ну длина этого проезда составляет около полутора километров, чуть поменьше. По одной стороне проезд находятся гаража, стоянки, автосервисные предприятия, также небольшой такой парксад, ну собственно вот по той стороне, где как раз МКАД проходит, да, такая там небольшая зона от Чургения, как обычно бывает у МКАДа, вот, ну и там в принципе никаких жилых домов нету, да, по другой уже жилые дома и разные социальные организации, такая жилая зона, ну поэтому собственно называется проезд, такой классический действительно проезд на окраине города. До 1060 года здесь находилось подмосковное село Строгино, ну естественно была другая застройка, этого проекта очевидно еще не было в то время, вот была другая планировка, другие дома, и вот потом постепенно он появился, уже после вхождения этого села, отсюда в Москвы, и тут в 70-е годы прошла застройка, ну какое-то время очевидно еще были деревянные дома, то есть не сразу эта территория прям была освоена Москвой, да, в полном объеме. Ну и вот, собственно, постепенно этот проезд сложился уже в 70-е годы, и в 79-м году получил свое современное название по реке Неман, которая протекает в Белоруссии, и также в Украине, и в Калининградской области России, и до которой, когда-то недалеко отсюда идут автомобильные и железные дороги, ну уже заклицевые дороги, такое северо-западное и западное направление. На улице находится довольно много жилых домов, вот, и все они были построены в советское время, и в 70-е, 80-е годы. 12-этажные дома были построены в 70-е годы, а 16-22-этажные в 80-е годы. Причем 12-этажный дом по номерам 11, построенный в 1970 году, считается самым длинным жилым домом в Строгину. Ну, насколько это правда, не знаю, ну, по крайней мере, так пишут. Возможно, это не вполне правда. Помимо жилых домов, также здесь находятся разные социальные объекты, много, естественно, разных предприятий торговли. Ну, в частности, вот, наверное, такой самый главный объект торговли, торговый центр Неманский, сегодня сам Пятерочка. В начале проезда, знание по номерам 11, двухэтажное. Вот, причем на первом этаже находятся разные магазины, сервисы, на втором этаже тоже сервисы и офисы. Ну, изначально на этом месте в 1884 году был построен одноэтажный павильон, такой небольшой модульного типа, ну, и с обычным магазином, который торговался на молоку. Ну, потом, в 90-е годы был закрыт, и вот, а потом, и в конце 90-х годов был снесен, и тут уже построили, соответственно, новое здание в 2005 году, и потом какое-то время оно долго не открывалось что-то, и вот в 2009 году уже, примерно так вот, как раз существует он в нынешнем виде. Вот, ну, естественно, арендаторы меняются, вывески могут тоже меняться, но центр всех пор тут стоит. Также на этом проезде находится детский сад, здание по номерам 1, корпус 2, рядом с отторговым центром, детская музыкальная школа, также клуб современник и диспетчерская здание по номерам 5, корпус 2, это двухэтажное здание 387 года постройки, офисное здание по номер 4, строение 2, трехэтажное с автомойкой, вот, построено еще в 2007 году для размещения автосервиса, вот, на месте болота и такой небольшой тополиной рощи. Многофункциональный центр по номер 7, корпус 2, вот, здесь детская музыкальная школа и детский педагогический клуб, и полиция, и мировой суд, и многое что-то другого, двухэтажное здание 3070 года построено. Также есть вот гор Зеленкоз, здание по номер 8, который переехал в 2000 году, вот, а раньше был на месте живого комплекса Олимпия, который, ну, находится чуть подальше от этого, вот, туда ближе, улица маршала Катукова. Вот, ну, еще тут также есть автосервис Форд, здание по номерам 4, корпус 2, двухэтажная пристройка, автосервис к многоэтажному гаражу, и она построена в 1398 году. Лекар-тяговая подстанция по номерам 11, построена в 1382 году, и питает трамвай-дуринью по улице маршала Катукова, и улица Кулакова. Ну, еще есть также офисное здание двухэтажное, потом 18, и что, то есть, могут построить, также много гаражей, автостоянок и автосервисов. Вот, ну, и, наверное, самое главное, что здесь есть, это, конечно, такой парк-сад в середине проезда, который, ну, создан, в общем-то, в принципе, можно сказать, такой, оформлен на месте садов бывшей деревни Страгину, которая здесь как раз находилась до 1160 года, ну, и несколько времен позже, даже когда вошла в Став Москву, с пешеходными асфальтированными дорожками, да, с скамейками, с урнами, вот, одичавшими яблонево садами, как раз, оставшимися от этой деревни, ну, и разными деревьями, герогенными кустарниками вдоль дорожек, зонами, с квартирными детскими площадками, также и искусственным освещением. Вот, так что вот это, конечно, довольно такое интересное место, здесь еще, да, вот, можно погулять, такой оазис небольшой, между колесовой дорогой и вот этим проездом. Место такое довольно тихое, спокойное, и, в общем-то, в принципе, сюда вполне можно приехать. Все остальное на улице, конечно, вернее, на проезде, конечно, особо интереса не представляет, все такое стандартное, советское, ну, в общем, особенно так, пролететь не надо, что это мы можем видеть, на окраинах города практически тут 7 лет. Ну, а доехать сюда, от Митроита, этот проезд, довольно, в принципе, удален, лучше доехать на автобусах, ну, часто от Митро-Старгенома можно доехать на автобусе в 652-м, можно от Митро-Щукинской на автобусах в 638-м и в 687-м. Они проезжают по этому проезду, также можно даже и на автобусах проехать. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы. Продолжение следует...